А это знаменитая, некогда многолюдная улица Банглароуд. Опустевшая Банглароуд, свободные дороги, почти безлюдный пляж. Меньше чем за неделю остров Пхукет, где в сезон туристов больше, чем местных жителей, ушел на карантин из-за пандемии коронавируса. С 22-го числа королевство ограничило въезд для россиян, а уже 26-го закрыло небо. Прилететь в Таиланд нельзя, покинуть проблема. Физически проще санкционированным туристам, тем, кто прилетел турфирмой. А вот психологически тяжело всем, чтобы попасть в здание аэропорта, нужно пройти испытания тепловизором. С этим градусником я провела последние дни отпуска. Постоянно намерила температуру на волне общей паники. Сегодня я пришла в аэропорт, здесь тепловизор, он измеряет температуру. К счастью, никаких изменений он не обнаружил, поэтому я спокойно иду на свой рейс. Регистрация на рейс. Больше 200 пассажиров, желающих вернуться на родину. Дистанцию не соблюдают, зато почти все в масках. Вы в маске, она поможет, как вы думаете? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Просто все носят, и я ношу. Конечно, страшно это все, но мы не думали, что так получится, конечно. Все на карантине, мы, конечно, не полетели. После восьмичасового полета нас встретили специалисты Роспотребнадзора. Прямо в самолете объявляют о правилах карантина. По информации СМИ, всех пассажиров нашего рейса должны были тестировать на коронавирус. Вместо этого вручили анкеты и измерили температуру. У нас пассажир тут находится с температурой 37,4. Вы переполновались, может быть, нет? Нет, точно нет. Точно нет. А на Пухгейде не было плохо? Было. Пассажира с температурой увозят в больницу. Все остальные уезжают самостоятельно. Их, как и нас с коллегой, волнует один вопрос. Почему родственникам встречать запрещено, а в такси садиться можно? А такси садиться возьмут? Должен. Почему не страшно? Потому что это все выгонят. Нет никакого коронавируса. Это все... Меня и еще сотни пассажиров ждет двухнедельная изоляция. Мы к ней готовы. И не только потому, что нарушителям грозят большие штрафы, и их могут привлечь к уголовной ответственности. Дома сейчас рекомендовано оставаться не только тем, кто прибыл из-за границы, но и всем россиянам. Правда, некоторые, как мы знаем, игнорируют это. Выходят на улицу, устраивают массовые мероприятия. Несмотря на то, что доктора, которые борются за жизни инфицированных по всему миру, просят людей оставаться дома. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.